Леонид Сергеевич Васильев, советский и российский историк, обществовед, религиовед и социолог, востоковед, доктор исторических наук, заведующий лабораторией исторических исследований и неувше, до 2011 года, заведующий кафедрой всеобщей отечественной истории этого университета, профессор, прошлым, заведующий сектором теоретических проблем истории Востока, отдела истории Востока, института Востока, ведения РАН, автор большого количества работ, посвященных истории. Китая, проблемам востоковедения и всеобщей истории, включая теорию исторического процесса, движущих силы и динамики эволюции, среди них двухтомный университетский учебник «История Востока», шеститомное учебное пособие «Всеобщая история», несколько монографий о проблемах древнекитайской истории «Учебное пособие», «История религий Востока» и ряд других книг. Биография. Леонид Сергеевич Васильев родился 9 октября 1930 года в Москве в интеллигентной семье. Его отец, Сергей Петрович Васильев, происходил из военных до революции 1917 года. В 1922 году учился в кадетском корпусе. В 1922 году окончил Бауманское училище по специальности инженер-технолог по обработке холодных металлов. Мать Нона Савична Васильева в 1941 году окончила Институт иностранных языков, работала преподавателем английского языка. В 1930-1940 годы семья Васильевых неоднократно переезжала из города в город вслед за главой семейства, который получал назначение на высокие руководящие должности на разных производственных предприятиях. В годы войны Леонид вместе с остальными членами семьи был эвакуирован в Ташкент, родной город его родителей. В 1944 году на короткое время Васильевы вернулись в Москву, но вскоре Сергей Петрович был отправлен в Харьков. В Харькове Леонид окончил школу золотой медалью, после чего вернулся в Москву поступать в университет. По собственному признанию ученого, во время поступления на исторический факультет МГУ он совершенно не интересовался Китаем. Однако уже через два года, когда в советской науке в связи с образованием КНР возник спрос на китаеведов, он во время выбора специальности принял решение посвятить себя изучению истории Китая. Уже тогда молодой ученый принял решение, что будет заниматься изучением древней, а не современной истории. В 1950-м, когда я выбрал Китай, уже знал про себя, что мне лучше, во избежание сложностей в отношениях с теми же СССР, не заниматься современными проблемами. После окончания института Леонид Васильев был определён в аспирантуру Института Востоковедения НСССР. Его научным руководителем был Эл-Идуман, однако, как признавался Васильев, он мной очень мало интересовался, чему я был несказанно рад. Эл-Икты учителей в привычном смысле этого слова у меня в науке, если не считать тех, кто учил языкам. Не было. В 1958-м году стал Леонид Васильев, стал кандидатом исторических наук, а в 1974-м году защитил докторскую диссертацию. Некоторые проблемы древнейшей истории Китая. Генезис цивилизации в Хуанхэ. Формирование основ, материальной культуры и этноса. С 1968-го года Леонид Сергеевич совмещает научную деятельность с преподавательской. В разное время он читал лекции в МГИМО ИСА, в настоящее время заведующий лабораторией исторических исследований Нилше, вклад в науку, история Китая, изучение истории и Востока и его место во всемирной истории. Начав научную карьеру с изучения общества древнего Китая, культы, религии, традиции в Китае и проблемы генезиса китайского государства, получили высокие оценки среди специалистов. Леонид Сергеевич в дальнейшем все более увлекается исследованием макропроцессов и теорией истории. Это влечение было также обусловлено тем, что уже в ранних своих работах молодой историк обнаружил противоречия между реально существующими историческими фактами и информационной теорией, которая на то время считалась единственной верной в Советском Союзе и согласно которой на Древнем Востоке существовала рабовладельческая формация. Обстоятельное знакомство с древнекитайскими проблемами позволило Васильеву активно включиться в начавшуюся в 1960-е гг. Вторую дискуссию об азиатском способе производства в 1966 году Васильев в соавторстве с И.А. Стучевским отстаивал взгляд на азиатский способ производства как на сосуществование рабовладельческого и феодального способов эксплуатации. По мнению Васильева и Стучевского, ни рабовладельческий, ни феодальный уклад не приобрели господствующего значения по той причине, что природные условия Азии требовали коллективного труда больших масс людей, затрудняя развитие конкретных форм эксплуатации. Различие маршрутов движения из первобытности к классовой формации античного и древнегерманского миров Васильев со Стучевским тоже объясняли. Условиями местности, позаимствовав у Маркса термины «первичной» и «вторичной» формации, авторы предположили, что первичная формация обозначает все доклассовые общества, а во «вторичную» формацию Маркс объединил все классовые докапиталистические типы общества, рабовладельческий, феодальный и азиатский строй, только формы «вторичной» формации. Все они основаны на сходных типах собственности, эксплуатации и вне экономическом принуждении. Различие между всеми этими формами, по мнению авторов, это различие не в главном, а во второстепенном. В итоге формационная схема Алл-Васильева со Стучевским приняла следующий вид. Первичная формация, вторичная формация, капитализм, социализм. Впрочем, такая схема исторического развития не объясняла, почему из азиатской модификации до капиталистической формации капитализм не появляется, но сменяет ее, будучи привнесенной с Западной Европой. Почему из рабовладения капитализм не только не вырастает, но и не наследует ему. Капиталистический уклад же зарождается, когда все античное наследие давно было поглощено феодализмом. В последующем взгляды Васильева на социально-экономический строй Древнего Востока претерпели изменений. В начале 1980-х гг. Ученый отказался от марксистской формационной системы, что наиболее полно проявилось в серии его статей, посвященных проблемам генезиса государства. В то же время им была предложена концепция «власть-собственность», разработку которой ученый затем продолжал несколько десятилетий. Смысл концепции в том, что тысячелетиями вне антично-буржуазного Запада формировалась власть старших в управляемыми ими коллективах от патриархальной семейно-клановой группы до деревенской общины, а затем и племени, что привело к возникновению урбанистической цивилизации и государственности. Сформировавшиеся представления о генеральном историческом процессе, весьма отличные от тех, что были в свое время предложены Марксом и стали в СССР догмой, подтолкнули ученого к поиску потенциальных корней капитализма в происхождении Запада, а именно, в античности. Это и стало той причиной, которая побудила Васильева более обстоятельно заняться изучением всей истории человечества, чему и были посвящены тома «Всеобщие истории», написанные в свободной манере и изданные в форме учебного пособия. Итоговой работой для Васильева стал учебник «История Востока» в двух ТТ, который впервые был опубликован в 1993 году и по состоянию на 2011 год пережил пять переизданий. В этой работе ученый предпринял попытку обобщить широкий и фактический материал на основе собственной концепции развития исторического процесса, в частности дихотомии Запад-Восток. Активно развивающемуся Западу он противопоставил консервативный Восток, специфичный путь которого не вел к научно-техническому прогрессу, не способствовал раскрепощению личности и не создавал условия для активной реализации выдающихся открытий человеческого ума. Концепция всемирной истории, отталкиваясь от серии ст. 1980-х годов, касавшихся обоснования проблемы власти собственности и перенеся центр теоретического исследования с целью углубленного понимания основ генерального процесса на всю композицию и ход изложения исторических событий в шеститомнике, Васильев пришел к нескольким основополагающим идеям, сумма которых позволила создать принципиально новую концепцию мировой истории. Первая из них, рожденная в результате сопоставления элементов древневосточной и античной традиции в феномене эллинисма, сложившегося после завоевания Александра, это принципиальное несходство Востока и Запада, акцентировав на нем внимание Л. Васильев пришел к выводу, что античность не имеет отношения к структуре власти собственности, это иная структура, социополитический смысл которой в том, что не всесильная власть абсолютно господствует над бесправными подданными, но напротив, самоорганизовавшиеся в гражданское общество граждане создали служащую им выборно-ненаследственную администрацию. Такая разница, надежно подкрепленная свободными и гарантированными уважаемым всеми законам рыночно-частно-собственническими отношениями, определила преимущество Запада перед Востоком, именно на античном Западе эти инновации, оснащенные элементами либеральной демократии и частного права, чего не знал Восток, обусловили резкий рост экономики и стремительной модернизации, что столь отличало и все еще отличает мировой город от мировой деревни, не сразу и не без потерь, но только лишь после крушения Рима и возникновения на территории Европейского Запада варварских королевств полукочевых пришельцев с Востока, возродившиеся античные традиции оказались посреди мировой деревни и фундаментом заново формировавшегося средневекового западноевропейского города. Вторая идея, производная от первой, сводится к тому, что в отличие от мира вне Запада, западноевропейский феодализм как модификация восточной или полупервобытно-восточной структуры власти собственности, которой в любом ее варианте, эманентно присущая тяга консервативной стабильности, оказался под энергичным воздействием противоположного ей динамично развивавшегося города с самоуправлением античного типа. Это обстоятельство предопределило успех Европейского Запада в соревновании с достигшим высокого уровня цивилизации традиционным Востоком. Этапами его были возрождение, церковная реформация, открывшая дорогу свободомыслию, великие географические открытия и век просвещения. На протяжении всего этого динамичного исторического процесса античный протобуржуазный город постоянно порождал новые и укреплял позиции западноевропейской предбуржуазии, ускорявшимися темпами обгонявший статичный Восток. В итоге с рубежа 15-16 веков опиравшийся на античные традиции Запад сумел поставить в колониальную зависимость от себя почти весь остальной мир, мировую деревню, вынужденно подчиняясь принуждению. Этот мир, сопротивляясь и понемногу приспосабливаясь к привнесенным буржуазной структуре и кардинальным переменам, воспринимал преимущество динамичного образа жизни, что проявлялось в условиях его повседневного существования и стало особо ощутимо в 19-х веках. На смену обществам первобытного и традиционно-восточного типа, которые соответствовали консервативно-статичной структуре власти собственности, приходили, хотя и очень неравномерно, в зависимости от уровня развития силы влияния как колонизаторов, так и местных цивилизационных особенностей, возникали общества смешанного типа с элементами предкапиталистической структуры. Эти перемены, независимо от того, насколько они ощущались самими странами и народами, были позитивны, что лучше всего проявилось в конце 19-х веке в форме бурно ускорявшихся темпов не производства, а воспроизводства местного населения. Эти темпы зависят от извечных традиционных стандартов, что характерно для выживания всего живого. Однако именно созданные и надежно обеспеченные колониализмом успехи в развитии создали благоприятные условия для реализации видового инстинкта, что всегда автоматически происходит в условиях первой подходящей для этого возможности. Третья центральная идея исторического процесса в том, что, доказав свои преимущества, антично-буржуазный и либеральный путь эволюции вместе с тем вынужденно оказался почти что собственным могильщиком. Однако произошло это не вследствие не оправдавших себя марксистских расчетов на недовольные буржуазии и европейский пролетариат. Все произошло и ускоренным темпом происходит в наши дни потому, что роль пролетариата взяла на себя недовольная своей отсталостью мировая деревня, то есть мир вне Запада. Модернизация и резкое естественное ускорение темпов индустриального развития на буржуазном Западе вкупе с мудрой социальной политикой избираемой народом власти привели капитализм к столь щедрому обогащению, что реагировавший на это мир вне Запада, начав с потерпевшей крах в годы Первой мировой войны нищей агрессивной большевистской России, кончая ощутившими той горечь войны странами с тоталитарными режимами, сумел в Хаеховеке существенно изменить облик планеты. Она в условиях господства капитализма оказалась способной прокормить всех, развиться до неузнаваемости. Но за это на смену триумфу буржуазии пришел террор тоталитаризма, что в Хаеховеке сперва привело ко Второй мировой и холодной войнам, протекавшим на фоне деколонизации отставших в развитии стран, что привело к резкому ускорению их воспроизводства, а затем к новому расцвету агрессивной экспансии фундаментального средневекового ислама. Согласно Васильеву, процесс эволюции человечества определяется непроизводительными силами и вообще не успехами в экономике. Он всегда зависел и будет зависеть от идей творческого меньшинства. Именно идейный институциональный фундамент создает или ограничивает возможности эволюции все той же экономики и связанного с ней творчества умных. Верные идеи становятся основой для расцвета. Неверные ведут к антропии, то есть к остановке в развитии, террору, репрессиям, разрушению и деградации. Природа, регулирующая существование всего живого, содействует эволюции в разумном направлении и препятствует всему противоположному. До поры до времени человечество вынуждено считалось с этим. Однако в последние десятилетия, перестав сущности делать это, оно вступает в решительный конфликт с природой. Люди, не считающиеся с этим, получают все более чувствительные предостережения в форме природных аномалий и не должно рассчитывать на безнаказанность. Основные работы. Васильев ЛС Аграрные отношения и община В Древнем Китае, М-1961 Васильев ЛС Культы, религии, традиции в Китае, М-наука, 1970-480 секунд Второе издание М-издательская фирма Восточная литература, РАН-2001 Васильев ЛС Проблемы генезиса китайской цивилизации Формирование основ материальной культуры и этноса М-наука, 1976 Васильев ЛС Проблемы генезиса китайского государства М-1983 Васильев ЛС Проблемы генезиса китайской мысли Формирование основ мировоззрения и менталитета М-наука, 1989 Васильев ЛС История религии Востока М-высшая школа 1988 Васильев ЛС История Востока В две тонны М-высшая школа 1993 Васильев ЛС Древний Китай В трех томах М-восточная литература Т1 Предыстория Шан Инь Западная ЧЖУ 1995 Т2 Период Чун Цю 2624 секунды Т3 Период Джан Го 2006 680 секунд Васильев ЛС Восток и Запад в истории Альтернативные пути к цивилизации М-логос 2000 Васильев ЛС Эволюция общества Типа общества Их трансформация М-к-д-у 2011 206 секунд Васильев ЛС Всеобщая история В шести томах М-к-д-у 2012-2013 М-к-д-у М-к-д-у